Ну привет, милые зрители! В эфире Первого городского информационный канал «Город» в студии Роман Корнеев и прямо сейчас в выпуске новостей. Клещи, вятские клещи, все перепутали и снова кусают горожан. Во время капитального ремонта уничтожили произведение искусства. Люди три месяца живут без горячей воды, потому что трубы потерялись. Ну а студенческий проезд уже почти совсем, совсем почти готов. Это субъективный взгляд на события этого дня, по моей версии. Как всегда, коротко и занятно. Поехали! Теплый сентябрь продлил сезон активности клещей. Обычно в это время они уже не кусаются, но в этом году погода позволяет. Врачи говорят, что с начала сентября в Центр травматологии есть обращение с укусами клещей. Среди пациентов и взрослые, и дети. Сезон активности может продолжаться вплоть до ноября. Кировчан просят не терять бдительности, ну, наверное, уже до декабря. Жильцы дома на Северном кольце 16А три месяца живут без горячей воды. Теплослабжающая компания никак не может устранить дефект на теплосетях. Он произошел на бесхозном участке, который находится на частной территории. А где-то вот сказали, где-то на Северном кольце 22А, что туда их не пускает какая-то организация, что труба бесхозная, как бы их туда не пускают. Мы сказали, что починят, а сами как бы тянут, тянут, тянут до сих пор. И есть у кого водонагреватели, да как бы им лучше, а у кого нету, как бы плохо живется. Люди сейчас переживают за начало отопительного сезона. Если не устранят дефект, то квартиры могут остаться без отопления. Активисты ОНФ через прокуратуру хотят обязать владельца труб пустить рабочих на участок. По словам жильцов, мэрия тоже взяла проблему на контроль. С фасада у ДНТ исчез большой рисунок кировщанки. Сначала его закрыли строительными лесами, потом рисунок скрылся под утеплителем. Рабочие делают капитальный ремонт здания. И, видимо, наличие мурала проектом не предусмотрено. Ну а большой мурал с изображением девушки, я напоминаю, появился в августе 22-го года. Ну то есть год назад. Автор рисунка, художник Дарья Шишукова участвовала с этой работой в конкурсе «Форм-арт». И за ее работу голосовало большое количество кировчан. Среди художников ПФО Дарья заняла пятое место, что очень хорошо. Мурал назывался «Сохраним традиции, сохраним историю». Как иронично. Автобусы автотранспортного предприятия обработали от заразы. В городе продолжаются учения. Сегодня отрабатывают легенду о заражении техники радиоактивными веществами. В гараже развернули станцию специальной обработки машин. В защитных костюмах и в противогазах сотрудники смывали в несколько этапов радиацию. По заданию обработка автобусов должна была идти без перерыва 10 часов. За это время специальную мойку успели пройти аж 50 машин. За выполнение задачи сотрудникам АТП поставили 5. Студенческий проезд готовят к открытию после ремонта. На участке от Московской до Воровского уже нанесли разметку и включили освещение. Тротуары и газоны тоже благоустроены. Сейчас подрядчик устанавливает дорожные знаки и делает пешеходный переход у пересечения Сваровского. На днях улицу приедет, я надеюсь, торжественно принимать специальная комиссия. В работе находятся еще три улицы Свободы, Московская и Павла Корчагина. Все участки планируют сдать до конца сентября. Кировчанам для счастья нужно 180 тысяч рублей в месяц. Опрос и подсчет проводил сервис Суперджоп. Кстати, цена счастья у горожан подросла. В марте кировчане отвечали, что им было бы достаточно 172 тысяч рублей. Сэкономить ваш бюджет можно с магазином «Квартал низких цен». Здесь представлены сотни полезных товаров по приятным ценам. На ряд категорий действуют скидки 15%. Главное выбрать день, когда отправиться за покупками. Например, в понедельник можно неплохо сэкономить на канцтоварах. Если придете в среду, то гарантированно получите скидку на все хостовары. В воскресенье приятные цены на все игрушки для детей. А если у вас есть домашние питомцы, то за кормом для них приезжайте по субботам. Почему люди садятся пьяными за руль? И откуда берется агрессия после задержания? Ответы на эти вопросы будут искать авторы документального фильма «На месте происшествия», который выйдет в эфир уже в ноябре этого года. Премьера приурочена к 15-летию популярной в Кирове программы «Место происшествия». В фильме примут участие и герои нашумевших репортажей, известные люди города, чиновники и, конечно, куда без него психотерапевт. Человек, находящийся в таком состоянии, он будет видеть окружающих, как людей, которые хотят его, понятно, арестовать, куда-нибудь посадить. То есть он еще на них больше озлобляется. Он считает, что ничего страшного не произошло, что все это несправедливо. Но на самом деле это страх. Это из той же самой серии, что когда маленькие дети с кем-то поссорятся, они начинают стукать друг друга не потому, что, скажем так, они понимают, осознают свои действия, а потому что я стукну и сам себе покажусь таким сильным, храбрым, таким прям вот самодостаточным и дальше по тексту. То есть здесь примерно такой же самый. То есть инфантильная форма поведения. Не пропустите фильм «На месте происшествия». Премьера состоится в ноябре. Киров считают серым и ленивым городом. Восприятие городского пространства жителями изучила выпускница ВИАДГУ Анастасия Савенкова. Для своего диплома она провела опрос среди кировчан. Из семи цветов, с которыми ассоциируется Киров, большинство выбрали серый. Если бы город был человеком, то ленивым. Главными улицами назвали Октябрьский проспект и улицу Ленина. Комфортным для проживания город посчитали почти половину опрошенных. Ну, хоть с этим, слава богу. И на этом сегодня все. В студии был Роман Корнеев. И я напоминаю, как и город, так и и новости. Пусть и город, и новости будут во. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова